С Великой Победой 1945 года война для многих людей в форме не закончилась. В разных городах страны оставались предатели, диверсанты и другие недобитки. Активно процветал бандитизм. В спецслужбах для борьбы с криминальными элементами даже создавались специальные подразделения. Одной из самых известных банд, беспощадных и дерзких, стала «Черная кошка». Именно это название использовал для создания шедевра советского кинематографа «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин. Но мало кто знает, что «Черная кошка» — это, можно сказать, образ собирательный. Так называли себя самые разные группировки, возникавшие во многих городах военного и послевоенного времени. В Рязанской области были свои последователи. Отличались особой жестокостью. В 1945 году в Рязани орудовала особо опасная преступная банда, которая специализировалась на кражах, грабежах и планировала террористические акты в городе Рязани. Занимались этой бандой сотрудники уголовного розыска Рязанского управления Рязанской области. И они уже были близки к тому, чтобы арестовать этих преступников. Почерк бандитов был четкий. Они врывались в дома людей, переживших войну, и отбирали последнее, что сохранилось у них после тяжелого испытания. Никого не боялись, а в какой-то момент уверенные в своей безнаказанности решили бросить вызов обществу. Расследованием установлено. В ноябре 1945 года Метелев, Петров, Салтыков и Клюев, находясь в квартире у Метелева, договорились между собой совершить террористический акт над начальником уголовного розыска Рязанского городдела милиции Сиваком и его заместителем Кириллиным. За то, что последними они неоднократно задерживались и арестовывались за преступления, а также за то, чтобы не подвергаться преследованиям за совершаемые ими кражи. 27 ноября Салтыков предложил Метелеву-Петрову приобрести оружие. В тот же день они продали краденые вещи на рынке и на выручку купили наган. На следующий день выменили револьвер на хромовые сапоги. А 30 ноября с помощью оружия расправились с сотрудником уголовного розыска Кириллиным, находясь в кинотеатре «Коммунистический интернационал молодежи». Тимофей Александрович в своих воспоминаниях пишет, что он был в районе командировки и пришла телеграмма «Срочно возвращайся, убит твой заместитель Кириллин». Это главный его оперативник, с которым он все разрабатывал. Он говорит «Я потрясен, возвращаюсь в Рязань». И мне рассказывают, что в кинотеатре «Кием» на улице Подбельского, а вот здесь был этот кинотеатр «Кием», переводится как «Коммунистический интернационал молодежи». По всей видимости, у Кириллина была оперативная встреча с информатором. Ну, где еще встречаться в Рязани? И стояло там фойе, фойе кинотеатра. Раньше это не то, что вот сейчас. Там были оркестры, играли, и буфет был, и все такое. Наглое и циничное преступление буквально всколыхнуло Рязань. Все его события потом были восстановлены буквально по минутам. Когда Кириллин вошел в здание кино, раздались выстрелы. Стрелял Метелев. Двумя попаданиями в живот сотрудник угрозыска был убит. Чтобы замести следы, Салтыков предложил главарю надеть свою телогрейку, а пальто Метелева спрятать. После этого бандиты, что называется, почувствовали вкус крови. Потом они направились в другой кинотеатр – «Октябрь». Сейчас здесь располагается Рязанская областная дума. В двухстах метрах от Коммунистического интернационала молодежи, где был убит Кириллин, и прямо напротив – здание Рязанского НКВД. Спустя некоторое время Метелев, Петров и Клюев появились в вестибюле «Кино «Октябрь», где Метелев из хулиганских побуждений начал стрелять. Находившийся там же в это время оперуполномоченный у НКГБ Ключанский принял меры к задержанию Клюева. А Метелев, Петров, предвидя неизбежность задержания и его разоблачение террористического акта над Кириллиным, выстрелом в грудь убил Ключанского и скрылся. 23-летний сотрудник НКГБ Мстислав Ключанский оказался в вестибюле «Кино», можно сказать, случайно. Но в тот самый момент, когда вооруженные бандиты начали стрелять куда попало, сориентировался моментально и попытался их остановить. Пуля отморозка оборвала жизнь офицера. Офицера, прошедшего всю войну, приехавшего в Рязань всего несколько месяцев назад. В его личном деле сплошь положительные характеристики. За время пребывания в части показал себя только с положительной стороны, как успевающий курсант в боевой и политической подготовке, активно участвующий в общественной работе, культурный, выдержанный товарищ. Над повышением своего политического образования работает упорно, дисциплинирован. С начала войны Мстислав Ключанский участвовал в военных действиях на Северном Кавказе. В 1942 году был тяжело ранен в боях за Моздок. Но после того, как вышел из госпиталя, вернулся на фронт. К слову, в том же 1942-м его будущий убийца, бандит Петров Метелев, получил первый срок за кражу, будучи еще 14-летним подростком. Это целенаправленная была охота за людьми в форме, а за силовиками того времени, которых бандиты знали. И потом, как пишет Тимофей Александрович, он вспомнил, что было покушение на его. Уже сотрудники НКВД взяли дело в свои руки, вместе с милицией, взяли дело в свои руки, потому что это был уже теракт. Начали стрелять силовиков. Это был террористический акт, диверсионный, это было очень серьезно. И они своими методами, своими путями вышли на всех бандитов. В личных дневниках Тимофея Сивака, начальника уголовного розыска, с которыми удалось ознакомиться рязанскому журналисту Петро Завишо, тот пишет о признаниях задержанных бандитов. Была у нас идея. Идея перестрелять все ключевые фигуры силовиков в городе. Тебя, говорит, застрелить Сивак, заместителя твоего, что мы сделали в Киеме, чекистов, которые там нам будут мешать, еще нескольких руководителей. И пока пришлют новых, пока найдут новых, пришлют их сюда, пока они будут знакомиться с обстановкой, пока не будут понимать, что такое Рязань и где тут чего, и изучать трущобы, пройдет не меньше года, и этот год мы будем в городе править. Город будет наш. Несмотря на показания свидетелей, чистосердечное признание задержанных, тяжелое послевоенное время и вроде бы понятные, пусть и несколько странные мотивы, расследование чекисты проводили тщательно. Несмотря на то, что все обвиняемые сами признались в совершении преступлений, их слова полностью были доказаны на следствии. Была проведена экспертиза гильз, был составлен акт о сравнении гильз, который найден на месте убийства, и пистолета, изъятого у обвиняемого Петрова. В то же время были проведены экспертизы психического состояния обвиняемых, и все они были в ходе медицинского освидетельствования, были признаны вменяемыми, и то, что они понимали, что они делали, давали полный отчет своим действиям. Спустя несколько месяцев следствия преступников осудили. Приговор был вполне естественным для того времени. Из приговора военного трибунала войск НКВД Рязанской области от 25 февраля 1046 года приговорить Митилева, Петрова, Евгения и Клюева Владислава по совокупности совершенных преступлений на основании статьи 58 санкции 52-2 УК РСФСР подвергнуть в высшей мере уголовного наказания расстрелу без конфискации имущества за отсутствие такового у осужденных. Салтыкова Владимира на основании статьи 58-8 УК РСФСР лишить свободы в исправительных трудовых лагерях на 10 лет без конфискации имущества за отсутствие такового у осужденного. Срок отбытия наказания считать с 5 января 1946 года. Впрочем, банды «Черная кошка» возникла не в одночасье. История ее создания началась в Рязани в 1944 году. Тогда ее организовал и возглавил преступник-рецидивист Андрей Барабанов. Сотрудники уголовного розыска его долго искали и, наконец, нашли. В ходе одной из погонь милиционеры смертельно ранили Барабанова. И казалось, на этом все. Но спустя некоторое время у него нашелся последователь Евгений Петров-Метелев. Когда его потом допрашивали, он сказал, мы приняли имя «Черной кошки», потому что до сих пор боялись в Рязани. И мы тоже «Черная кошка» залетали в квартиры, кричали. И народ вообще думал, что мистика какая-то происходит. Расстрелянные бандиты из «Черной кошки» вновь вернулись и владеют городом. В документальных фильмах сохранились воспоминания полковника Алексея Ларионова. В послевоенные годы он возглавлял большой отдел по борьбе с бандитизмом в органах госбезопасности в Рязани. Бандитизм было много всякого. Вооруженный, там вообще дебилизованный. Там была и стрельба, и агентурная работа, и внутренние, и всякие вербовки были, и члены в семье рвовали бандитов. Все, все, все было. Оперативный работник ведет всю оперативную работу там, где он поставлен. С того момента, как к борьбе с бандитизмом в Рязанской области подключились чекисты, уровень криминала резко пошел на спад. Бесславное исчезновение «Черной кошки» никто, в общем-то, не заметил. Но для самих правоохранителей приговор банде стал своеобразной отправной точкой, которая разделила криминогенную обстановку на «до» и «после». и надолго загнала бандитизм в глухое подполье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова